О ситуации в мире, технологиях, будущем. Об этом сегодня президент говорил с молодежью. Александр Лукашенко провел встречу со студентами инженерно-технического профиля в БГУИР. Формат открытый микрофон задать вопрос президенту мог любой желающий. Для Александра Лукашенко это возможность понять, насколько тонко молодое поколение чувствует ответственность за будущее нашей страны, ориентируется в происходящих событиях. Закрытых тем не было. Помогает ли первому в работе искусственный интеллект? Продолжится ли практика помилования осужденных? Полетят ли белорусы снова в космос? И когда у нас бурит свой мобильный телефон? Самое интересное в репортаже Наталья Брёс. Долго рассказывать о том, что такое сегодня университет информатики и радиоэлектроники, даже не нужно. Это известная кузница будущих айтишников и инженеров. Здесь готовят специалистов, многих из которых компании и предприятия разбирают еще на третьем курсе. Обучение идет по двум десяткам технических специальностей. Чтобы попасть на один из популярных факультетов, КСИС, например, в этом году абитуриенту нужно было иметь все десятки. Ну или не намного меньше. Мы рады приветствовать вас в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники. Александр Лукашенко отныне будет частым гостем в белорусских вузах. Ректор с порога успеет рассказать основное по университету. Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники готовит специалистов, проводит научные исследования по трем основным ключевым для страны направлениям. Это микроэлектроника, радиоэлектроника и сфера информационных технологий. Мы работаем в тесной связке с нашими предприятиями. И вступительную кампанию этого года мы выполнили в полном объеме. Сейчас в университете обучается около 9 тысяч студентов на дневной форме получения образования. Мы поддерживаем развитие заочной сокращенной формы, когда после колледжа получают высшее образование у нас. Особое внимание практики, поэтому и пятая часть преподавателей здесь из реального сектора. Мир и технологии меняются так быстро, нужно идти в ногу со временем. Над своими разработками карпяты в ВУЗе, что может пригодиться, например, оборонке. А вы можете заставить ракету работать как высокоточное оружие? Это как раз элемент вот этой разработки. То есть вот блок, который... То есть если вам дать ракету, то никакие помехи с пути ее не собьют, она цели достигнет. Вы сделаете. Это другая задача. Мы сейчас работаем с госком военпромом, то есть изучаем всю механику и электронику. Нашу уже белорусскую, это наша отечественная разработка. И проблема помехоустойчивости в условиях радиоэлектронной борьбы, она очень актуальная. Но мы постараемся максимально приблизиться к тому, чтобы в любых условиях помеховых наше оборудование достигало цели. Вот если вы это сделаете, тогда я буду считать, что вы не зря хлебедите. Все, что надо, просите. Мы вам создадим все условия. Но надо сделать ракету помехоустойчивую. Президент посмотрит на презентацию технарей. А на встречу приглашены ребята из разных вузов инженерно-технического профиля, из БНТУ, технологического, аграрного, академии связи и авиации. Это не начало, а продолжение откровенного диалога с молодежью. Я хочу откровенно с вами и честно поговорить, не боясь того, что вы зададите какие-то вопросы, на которые я не знаю ответа. Есть такие вопросы. Я тоже человек, но мы обычно фиксируем такой вопрос, изучаем его и информируем вас по результатам этого изучения. Ну, а если вы уж поставите проблему, которая нужна будет нашему народу, нашему государству, так я готов и заплатить за это. Поэтому давайте откровенно поговорим с вами на те темы, которые вас волнуют, потому что вы будущее нашей страны, как бы это ни банально звучало. Действительно так, всегда было так. Молодежь – будущее нашей страны. И очень важно то, какое у вас настроение, что вы думаете о будущем. Поступление и учеба – это большой труд, но корочки о высшем – это не гарантия успеха по жизни. Однако такая возможность, и президент считал это всегда своим долгом, должна быть у каждого белоруса и без всякого блата. Главное состоит в том, чтобы каждый из наших молодых ребят, закончивший среднюю школу, имел возможность поступить в ВУЗ. Я стремлюсь сделать все, чтобы все имели равные условия. Формат открытого микрофона – это живое общение. И оно куда точнее, чем десятки социологических опросов, поможет понять, чем сегодня живет и дышит молодое поколение. У президента свой интерес. Вы пришли сюда, чтобы задать свои вопросы президенту, а я, чтобы увидеть вас, понять и сложить собственное мнение, найти ответ на этот вопрос, самые важные сегодня для меня. Кто продолжит нашу современную историю? Историю суверенной Беларуси. Говорю об этом честно и откровенно. В зале сидят вчерашние дети. Им так много еще предстоит понять. Но с президентом у них очень взрослый разговор о том, что происходит в мире и о том, где в этом мире место Беларуси. Я часто говорю, Беларусь – клочок земли. Это не определение территориальных масштабов нашей Беларуси. Это про то, что мир огромный, и никому, кроме нас, мы не нужны. Поверьте моему опыту. Но если посмотреть с точки зрения геополитических интересов других стран, то увидим иной образ. У нас есть и лес, и болото, запомните, легкие Европы. Это наши возделываемые поля, вода, ресурсы, которые в будущем станут на вес золота, потому что не в каждой европейской стране существует такой запас. И не все его берегут, как это делаем мы. Но главное – мы стоим на пути беспрецедентно. И, по мнению стран Запада, несправедливо богаты этими и другими ресурсами России. И дальше на тему политических санкционных выпадов со стороны коллективного Запада в адрес нас с россиянами государств можно не рассуждать. Конечно, сегодня вопрос номер один – это ресурсы. Все к этому стремятся. Так было всегда в нашей истории. Сегодня ситуация такова, что Запад обладает высочайшими технологиями, которыми по отдельным направлениям не обладает ни Россия, ни Беларусь. Технологии есть, но для них нужны ресурсы, чтобы производить готовые изделия. Те же беспилотники, продукцию на основе искусственного интеллекта и так далее. Это вам ближе. Нужны ресурсы. Притом нужны источники редкоземельных металлов. А где они сосредоточены? Прежде всего, в Российской Федерации. Огромнейшая территория. И несоразмерно низкая плотность населения. Всегда этот технологичный Запад, который нас опережал, стремился на Восток. К этим кладовым ресурсам. Так происходит и сейчас. Я, как историк по своему образованию первому, замечаю, что, ну, просто каждые сто лет история повторяется. Но на более высоком уровне. Александр Лукашенко говорит о сути исторического момента. О госполитике и внешнем курсе. Укрепление обороноспособности. О незаконных санкциях. О мировой конкуренции. И необходимости в этих жестких реалиях развиваться и развивать технологии. Мы не можем остановиться, тем более отстать. Я образно часто говорю о том, отстанем, остановимся за нами. Идут нас просто затопчут. И поэтому будем вкладывать и будем большие средства вкладывать в развитие перспективных технических направлений. Робототехнику, наноэлектронику, сложные самообучающиеся системы и другие. Сейчас задумываем создать на базе специализированных вузов хай-тек инкубаторы, центры прогрессивной мысли для таких, как вы, целеустремленных людей, молодых людей с горящими глазами, свежими идеями, нестандартным взглядом на решение научных и прикладных задач. Думаю, наш ГУИР должен реализовать такой проект. И если вы на это рискнете пойти, мы вас обязательно поддержим. Это было небольшое вступление, точнее, видение обстановки от первого лица страны. Жизнь ставит сложные вопросы, свой мог задать каждый. Я на правах модератора немножко вначале побуду диктатором и предлагаю начать вопрос с нашего студента. Никита, давай к микрофону. Никита, это ГУИР. Было бы круто, если бы он прозвучал первым. Круто. Я согласен. Мы вот недавно с друзьями в общаге разговаривали на тему, почему президентам быть сложно. Мы сошлись во мнении в том, что президента быть сложно, потому что одновременно нужно в голове держать огромный объем разнопланной информации и успешно его анализировать. И мне интересно, как человека, как вы с этим справляетесь, и как программиста, пользуетесь ли вы какими-то специализированными аналитическими системами, или, может быть, вам помогает искусственный интеллект? Не думайте, что у меня голова отличается от вашей. Точно такая голова. Просто надо уметь систематизировать ту информацию, о которой вы говорите. Это как в библиотеке на полке. Знания всей информации разложены, и в нужный момент, принимая то или иное решение, направляясь тем или иным путем, ты с этой полочки достаешь ту информацию, тот опыт, это очень важно, опыт для принятия соответствующего решения. Меня научили в ВУЗе не только накапливать, и не столько накапливать вот эту информацию, хотя ВУЗ это как раз то место, где ты получаешь знания и накапливаешь, А нас учили тогда из огромной массы, из факта, чем тяжел был, что там огромный массив информации. И нас учили выбирать нужное, выбирать главное и систематизировать. Должна быть система. Я подробно об этом говорю, потому что это для вас тоже важно. Особенно для инженера, для того, чтобы из всей этой массы, огромной массы этого давления, рассказывал, советов, выбрать ту изюминку, которая даст результат, это очень важно. Надо анализировать, без анализа ничего не получится. Ну и, конечно, опыт. Я говорил, что президентами не становятся, президентами рождаются. Если у тебя от природы нет основных элементов, свойств и качеств президента, то ты даже не суйся в эту сферу. В общем, на искусственный интеллект надейся, но сам не плашай. Тем более у таких технологий всегда есть темная сторона и риски. Но в масштабах страны этим, конечно, нужно заниматься. Главное всегда – идея. Во всем мире начинает набирать популярность стартап-проекты. Человек предлагает бизнес-идею, и ему находят финансирование. Конечно, обычно только один из десяти проектов удачен, и только в этом случае ему находят финансирование. У нас это направление только начинает развиваться. Как вы относитесь к таким проектам? И можно попросить лично вас, уважаемый Александр Григорьевич, вникнуть в этот вопрос и разобраться с ним. Вы знаете, я живу этими вопросами. Это и есть суть развития нашей страны. Но вы же понимаете, вот у вас сидит здесь около 500 человек, как меня проинформировали. Уверен, 500 идей. Надо нам эти все 500 идей? Может быть и надо, если они актуальны. И актуальны и смотрят в будущее. С удовольствием. Лучшее мы поддержим. Вот этот беспилотник поставили, рассказали и сказали, вот срок, столько нужно денежных средств, на выходе будет вот это. Считайте, что мы договорились. Это важно. Это для любого думающего политика и руководителя важно. Нет идеи и нет развития. Наверное, ты прав, что с 10 одна идея может быть реализована. И наша задача руководства и тех, кто делит деньги, распределяет и принимает решения, не ошибиться. Хотя в науке ошибки всегда будут, я это понимаю. Но их должно быть меньше. Поэтому милости просим Кирилла со своей идеей. Студентов интересовали не только лайфхаки, как все успевать. Александр Лукашенко часто рассказывает такие подробности, жизнь и работа президента, как под лупой. Но каждый раз хочется узнать немного больше о политическом бэкстейдже. Скажите, пожалуйста, какие у вас были самые экстремальные и интересные командировки? Ну, наверное, самые экстремальные были. Это командировка в прошлом году, когда мы в Китай, а потом в Африку пришлось нам лететь. Но это действительно была экстремальная поездка. Тем более, что это жаркие страны. А я человек северный, снежный, можно сказать. Я ненавижу жару вообще. СМИ обычно говорит, что Белград была самая экстремальная командировка. Ну, слушайте, Белград, я уже про это и забыл. Подлетая к границе Югославии, ко мне заходит командир экипажа и говорит, товарищ президент, нам приказано диспетчер опуститься на высоту до километра. У нас эшелон президентский обычно 11 километров до километра. Я понял, что это такое. Они думали, что я развернусь, и это вообще запредельно опасно. Я говорю, опускайся. Он на меня смотрит. Собьют. Я говорю, не собьют. Опускайся. И вот я сижу у иллюминатора и смотрю. Такое впечатление, что мы скользим по верхушкам этих деревьев. Видят, что мы не испугались. Мы подлетаем к аэродрому, они начали бомбить Югославию, ракеты летают, приземляемся под эту канонаду. Некоторые из наших даже парашюты с собой взяли. Ну, это была такая экстремальная поездка, и сербы это оценили, и они ценят до сих пор. То есть, во все времена судят по реальным делам. Кстати, свои оценки выставляют не только в вузах, оценивают и сами университеты. Для многих это становится решающим аргументом при выборе альмаматор. Александр Григорьевич, считаете ли вы необходимым участие университетов Республики Беларусь в международной рейтинговой системе? И в системах в целом, их множество. И на ваш взгляд, являются ли они объективными, честными и справедливыми? Ну, если университеты хотят быть в этой рейтинговой системе, ну, принимайте участие. Но я на это практически не обращаю никакого внимания. Потому что все это политизировано, все это задано изначально. Вот ректор сегодня докладывал, говорит, у него в этом году будет оказание услуг по экспорту на сколько-то процентов? 105 процентов выше, чем в прошлом году. И финансирование, это больше половины финансирования университета, так? Да, то есть у нас в структуре половина бюджет, половина заработанных денег. Вот это рейтинг. Если к вам иностранцы едут, это рейтинг. А то, что эти брехуны напишут, нарисуют. Ну, вы же знаете, кто сидит и эти рейтинги создаёт. Рейтинги рейтингами. Главное дело. Будущим пилотом, а среди них есть и девушки, разбередил душу кейс первого в истории суверенной Беларуси космонавта Марины Василевской. Вот бы ещё раз замахнуться на космос. Это точно не близкая перспектива, но всё возможно. Нужно учиться и стремиться. Нынешний полёт стал итогом договорённости с Путиным. В большой политике личные связи много значит. Как и чёткие сигналы поправки ядерной доктрины союзников из этой серии. Лукашенко уже говорил, нападение на Беларусь может развязать Третью мировую, но в регионе нужно завязывать с конфликтом. Нам надо договориться с украинцами. Надо остановить эту войну. Слушайте, какая война была, Вторая мировая Великая Отечественная война. Страну нашу, Беларусь, вообще уничтожили. Тут же ничего живого не было. И мы вроде уже, ваше поколение, даже моё, с немцами нормально разговаривали. То есть память человеческая, какая бы она ни была, она всё-таки ошлифовывает, зарубцовывает эти раны. Точно так и с украинцами. Только дальше не надо заходить здесь. И так уже наворотили выше крыши. Надо договариваться. Это моя твёрдая позиция. И мы с украинцами, тоже открыто сказал, поддерживаем по определённым каналам контакты с россиянами. Вы видите наши отношения. И мы стараемся на этих контактах, чтобы нормально было. Зеленский пока этого не слышит. Почему? И слушать не хочет. Потому что американцы их толкают к этой войне. Война – это выгодно Америке. Очень выгодно. Потому что Россия – это одно, это само собой, это не главное. Надо Европу отстроить. Вы не думайте, что американцы там и европейцы – это одна семья. Ничего подобного. Американцам сильно Европа не нужна. Пускай это Европа воюет там в Украине и прочее. Они деньги дадут. А что там, станок кручили, напечатали. Инфляция вся легла на весь мир по доллару. Так же? Да. Они печатают деньги. Вот еще там миллиарды выделили Володе Зеленскому. Иди и воюй. Тем более, они развивают свое ВПК. Они поставляют оружие. Эти деньги остаются в Соединенных Штатах Америки. Потом надо разделаться с Россией, чтобы один на один выйти на Китай. Четко понимать всю подоплеку геополитической ситуации и происходящего вокруг молодежи жизненно необходимо. Что творит политика с людьми? А точнее, вбросы и провокации через мессенджеры показал 20-й год. Эта жизнь вас захлестнет. И вы, как я сказал в своем вступлении, вы должны этим заниматься. Вы должны в этом ориентироваться. Обязательно должны ориентироваться. Но самое главное, мой вам совет, исходя из моего опыта, вы ни в коем случае не отрываетесь от своей земли. Вот мы видим сейчас этих беглых. Они, вон пресс-секретарь у меня, они туда ей звонят, передайте президенту, письма мне пишут, мы ошиблись хотим. Я говорю, пожалуйста, у нас комиссия, генпрокурор выставляет туда, в комиссию, идите доказывайте. Они же все снимались на фоне БЧБшникова, БЧБ-флагов и прочее. А это все остается. У нас же целый архив. Ты приходишь, ты что там делал? Они думают, что мы не знаем, чем они занимались. Объясни, всякое бывает. Бывает же, как у нас на роде в Рашарике за ролики заскочили, ошибся человек. Ну давай, мы же заинтересованы в том, чтобы ты вернулся на родину. Это очень важно, и для меня лично. Но если ты виноват, ты должен ответить по закону. Иди в комиссию. Мы, вот, сто человек помиловал, подписал три указа. Никто на меня не давил, никто меня не просил, ни с кем мы ничего не разменивали. А верите ли вы вообще в то, что они раскаялись? И собираетесь ли вы продолжать в дальнейшем эту практику? Да, продолжать я буду, Аня, потому что это моя работа. Это конституционная обязанность президента – помиловать человека. Поэтому надо выполнять свои обязанности. Поэтому мы будем продолжать. Конечно, среди них будут те, которые обещали, каялись, изменят свою позицию, не будут мешать другим людям. Не каждый обещания свои выполняет. Ну, верить-то надо людям. То есть вы считаете, что стоит все-таки давать людям второй шанс? Конечно. Конечно, людям надо всегда давать шанс. Без IT сейчас немыслима наша жизнь. А ведь именно с подачи президента много лет назад был дан зеленый свет парку высоких технологий. Но IT сегодня есть на многих предприятиях. Цифровые технологии пронизывают все сферы. Сейчас умный город, есть такая разработка. А завтра умная деревня. Такие инициативы всегда найдут поддержку. Разговор с пытливыми студентами о технологиях и желании создать в Беларуси свой мобильник подтолкнул президента сделать звонок и рассказать о том, с кем он на связи. Мы все неполнослышки знаем, что вы не используете мобильный телефон, не пользуетесь им. Однако это стало незаменимой частью жизни молодежи. И как уже вы сегодня не раз говорили, что мы создадим наш первый белорусский телефон, можно узнать, пожалуйста, это уже идет на этапе больше разработки данного устройства, либо это все еще планируется и в планах? Я на самом деле пользуюсь мобильным телефоном, закрытой связью. А где мой этот телефон? Дай мой телефон. Спасибо. Спасибо. Вот мне эта закрытая связь. Я объясню. Вот я сейчас набрал пресс-секретаря. Тут попросили всех у девушки показать. Дай девушке телефон, мы поговорим с ней. Все видно? Сейчас я покажу. Дай ей поговорить. Я сейчас ей нажму, потому что здесь надо вот кнопочку нажать. Ага. Президент. Какой у вас нововоченный и сложный телефон. Ну что, не слышишь меня? Слышу, слышу. Здравствуйте. Мы с тобой уже поздоровались. И тут и там вас слышу. Спасибо. В чем особенность этого телефона? Это специальная связь. Наша связь, только белорусская. Этот телефон шифрует голос. Поэтому он несколько такой получился вот по штуку. Массивный несколько. Мы делаем сейчас его, чтобы он был такой вот, как ваши эти айфоны и так далее. Вот я могу этим... И то у адъютанта находится мой телефон, я его с собой не ношу. И если на меня кто-то вышел, он мне принес телефон, я переговорил и отдал. Владимир Борисович, у вас есть такой телефон? Вот Наталья Ивановна Качанова, у нее есть. А у министра образования есть такой телефон? Конечно, у министра образования, да. Каждый год в Беларуси проходит под знаком особой сверхидеи. Это о том, что особенно ценим. И так на госуровне дают понять, что важно. Малая родина, историческая память, качество. Чему стоит посвятить 2025 год? Году качества. То есть у нас будет второй год подряд год качества? Даже пятилетка, я об этом думаю сейчас. Это важнейшая тема. И почему я, откровенно говоря, недоволен ни средствами массовой информации, ни тем, как у нас это проходит, этот год качества. Он не звучит, во-первых. А если не звучит, значит, этим страна и не живет. А это же важнейший вопрос. Более важного вопроса для Беларуси нет. Потому что все, что мы производим, мы за счет этого живем. А все, что мы производим, производит весь мир. Тракторы производит весь мир. Автомобили производит весь мир. И не хуже нас. Сельхозтехнику тоже самое производит весь мир. И прочее калийное удобрение, нефтепродукты, нефтеперераб... Это все делает весь мир. А как тогда нам жить? Мы же хотим свое продать. А как продать? Если будет качественно. Для нас главный вопрос сейчас, вопрос качества. Не потому, что у нас плохая продукция. Но она должна быть на порядок выше по качеству. Это вопрос выживаемости. Конкуренты не дремлют. В борьбе за рынки и место под солнцем. Все средства хороши. В ход идет все. От санкций до информационных атак. Какие накануне и на сегодняшний день угрозы в информационном поле нам грозят? Какими уловками пользуются наши недруги? И как с этим бороться? Помните Буча-Буча в Украине? Помните? Это информационно-психологическая операция была организована. И при том наша разведка четко установила, кто это был. Это было британцы. Они организовывали, как они перемешались. Наши молодцы, как они это отследили. И номера машины, как приезжали туда и прочее. Вот вам информационно-психологическая операция. И постоянно они это делают. Но мы стараемся отвечать. Только Владимир Борисовичу я и другим сказал. Ребята, в основе должна лежать правда. У нас правды хватает. Зачем врать? Сегодня идет информационная война. Слава Богу, что пока информационная. Не дай Бог горячая война. В этой информационной войне мы стараемся с ними воевать. Недавно Владимир Борисович с коллегами создал этот первый информационный канал. При всех недостатках. Я его тоже критикую. Вижу, что они уже начали двигаться в более самостоятельном направлении. Но хороший канал. И в чем я себя заподозрил и обнаружил. Малыш мой, так называю. Он мне недавно говорит, папа, мы с тобой уже другие каналы не смотрим. А включаем это, чтобы получить комплекс информации основной. Жесткий тайминг никто не ставил. Общались около трех часов. А традиционный подарок на память оказался не таким уж традиционным. Картина сгенерирована нейросетью. Вот так искусственный интеллект справился с задачей показать узнаваемую Беларусь технологичной и прогрессивной. Очень ценная штука. Притом таким методом полученной. Так отдадите мне ее? Конечно, в память о сегодняшней встрече, Александр Григорьевич. Спасибо. Действительно получилась встреча очень живой, очень душевной. Много инсайдерской информации. И меня это, если честно, удивило. Я в какой-то момент думаю, да, этого я нигде, кроме как тут, не узнаю. Первое лицо государства может услышать молодежь, а молодежь может услышать советы от такого невероятно опытного и мудрого человека. Такие эмоции, как будто бы диалог был прям тет-а-тет. То есть настолько разнообразные ответы, настолько программа включала в себя многие сферы. Возможно, наши вопросы на что-то повлияют в будущем. И я на это прям очень надеюсь, что не останется без внимания ни один человек, который принял участие. И все сделают для себя какие-то выводы. Понравился стиль мышления нашего президента. Ну, мы с ним очень похожи. Он тоже стремится все более к новым каким-то технологиям, прогрессу, доставать что-то необходимое для нашей страны. И все тщательнее и тщательнее подбирать кадры для хорошего развития нашей страны. Свода универсальных правил о том, как вырастить толковую молодежь, никто не придумал. Но один из секретов воспитания специалисты формулируют четко. Просто будьте честны со своими детьми. Наталья Бреус, Ольга Онищенко, Александр Олешко и Иван Мартынович. Первые информационные. Первые информационные.